Большая часть романа «Машина времени» посвящена путешествию безымянного путешественника во времени в будущее. Это приблизительно 80% романа. Прибывая в будущее, он видит, что человечество разделилось на две части. На Илоев и Мурлоков. Точнее говоря, сначала он встречается с Илоями. И это раса людей, которая живет в сплошной неге и удовольствиях. Они любуются красотой природы, искусством. И не имеют никаких забот о себе, о своем пропитании. Выясняется, что Илои не знают о существовании Мурлоков. А Мурлоки на самом деле есть те самые существа, которые обеспечивают Илоям жизнь. И потихонечку их едят. Мне кажется, главный вопрос в том, откуда взялись эти две расы. Почему Уэллс почувствовал, что будущее человечества будет выглядеть именно таким. И почему эти две расы – это немаловажная деталь. Для него лишены разума. Современные специалисты по рекламе говорят, что в сегодняшней жизни все должно быть light. Все должно быть легким, низкокалорийная, легкая пища, легкие фильмы, легкие в управлении вещи. По принципу, все должно быть сведено к одной кнопке. Что такое, собственно говоря, легкость? Это желание ни о чем не задумываться. А если мы вдумаемся немножечко поглубже, то легко понять, что на самом деле ни о чем не задумываться – это означает жить в настоящем. Поскольку задумываться мы можем либо о том, что осталось в прошлом, либо о том, что будет с нами в будущем. И поэтому легкость вообще, собственно говоря, и сводится к понятию современности. Потому что для того, чтобы жизнь была легкой, все человеческие желания должны совершаться мгновенно. Здесь и сейчас. Не в неком отдаленном будущем. А сейчас, немедленно. Во всяком случае, в этом суть любой машинной цивилизации. Они не хотят задумываться. Ищут всевозможные способы, методы и вещи, которые позволят им это сделать. Достичь своей вожделенной легкой жизни. Огромное количество этих вещей нам хорошо знакомо. Легкой жизни позволяет достичь азартная игра. Мгновенно, сразу выиграл и все. Стал богатым. Легкой жизни позволяют достичь наркотики. Это создатели искусственного настоящего. По той простой причине, что когда ты принимаешь наркотик или пьешь алкоголь, ты можешь не задумываться ни о будущем, ни о прошлом. Ты можешь находиться в некотором иллюзорном настоящем. И растягивать его в разные стороны. То есть пытаться существовать в нем. Все то, что позволяет человеку достичь легкой жизни. И это тоже, мне кажется, очевидно. И именно эту мысль до ее логического завершения Давыда Тойлс в первом же своем романе. Все то, что человек использует как средство для того, чтобы жить легко, вызывает зависимость. Зависимость вызывает то и только то, с помощью чего человек надеется достичь легкой жизни в иллюзорном настоящем. Я могу бесконечно доказывать этот тезис. Но, например, сегодня американские психиатры обязаны предупреждать родителей о возможности развития зависимости от социальных сетей интернета. В первую очередь от Facebook и от того, что клон которой получил у нас название ВКонтакте. Так вот, почему сеть ВКонтакте вдруг стала фактором зависимости? Да потому, что с помощью стены в этой сети определить самого себя, какой-то свой жизненный смысл, смысл, свои предпочтения, конечно же, гораздо легче, чем в процессе нормального общения или реальной жизни. Поскольку размещение каких-то материалов о себе на стене ВКонтакте, в общем-то, не приводит никакой ответственности. Это очевидно. То, что вызывает зависимость, это тот фактор, который просто, без раздумий, разрешает какие-то человеческие проблемы. Помните, мы много говорили о том, что для того, чтобы самоограничить свой разум, а несомненное уничтожение мыслей о будущем и мыслей о прошлом, это способ ограничить свой разум, всегда приводит к сокращению языка. А тайна вот такой лишенности разума и лови, она связана в первую очередь с тем, что легкая жизнь в принципе невозможна без зависимости от тех, кто ее, эту легкую жизнь, обеспечивает. Или без тех, кому человек, живущий легкой жизнью, подражает. По той простой причине, что иначе его жизнь не будет легкой. Есть только два способа поведения, которые эту легкую жизнь доставляют. Во-первых, нужно каким-то способом забыть о сложностях жизни, для этого существуют различные химические наркотики. А во-вторых, нужно просто кому-то подражать, для того, чтобы самостоятельно не строить ни своего будущего, ни своего прошлого. Так вот, происхождение илоев, в принципе, понятно. Это люди, поведение которых целиком зависит друг от друга, они подражают друг другу, поэтому напоминают стаю. А во-вторых, они зависят естественно от морлоков, которые полностью обеспечивают им их всем необходимым. С морлоками чуть сложнее. Итого, у нас как бы есть два класса людей. Причем, эти два класса, с моей точки зрения, для того, чтобы стать не классами, а разновидностями рода человеческого, они должны быть классами не экономическими, а психологическими. Фактически, предсказание будущего по Уэллсу сводится к тому, что возникают два психологических. Манипулируемые и манипуляторы. Все становится более понятным, если заменить Уэллсовское понятие машины на современный, как бы крайне актуальный для нас термин технологии или техники. Я уж не говорю понятно о таких процессах, как, скажем, автоматизация. Если понятно, почему илоги, которые стремятся к легкой жизни, теряют разум, то непонятно, почему же все-таки разум теряют морлоки. Ну, манипуляторы же, казалось бы, оставляют только за собой право на разум, а всех остальных разума лишают. Элой для морлока, манипулируемый для манипулятора, как бы перестает быть человеком. Он является функцией, придатком, вещью, которая приносит прибыль. И которую, говоря современным языком, вполне можно есть. Ну, если не есть, то потреблять. Помните доктора Ганнибала Лектора из романа или фильма «Молчание и нет»? Он в конце фильма и говорит, что вот этих самых людей, которые не хотят ни о чем задумываться и ведут легкую жизнь, так удобно есть, ими так удобно манипулировать. И сам Ганнибал Лектора отнюдь не гений. Он маньяк. И это значит, что его психический мир как бы тоже чрезвычайно узок. Морлоки, в свою очередь, стремятся к очень простой вещи. Им нужны простые способы манипулирования своими, не знаю, клиентами, пациентами, потребителями, как хотите их называть. То есть, предельно простые способы манипулирования лоями. Мне много приходилось преподавать, преподавать и врачам, и психологам. Как правило, любой преподаватель стремится начать с теоретической части, с какой-то сути тех событий, которые происходят. Однако, вот эту теоретическую часть, на которой строится единое понимание того или иного вопроса, особенно в психологии, особенно в области душевных процессов, курсанты или студенты, как правило, пропускают. Наверное, большинству из нас знакомо это на желание. Вы мне схемку напишите. Схемку, схемку. Вы мне приемчик подкажите. Вы мне скажите, какую ему таблеточку дать. Разумеется, потому что чем проще метод манипулирования, в скобках и в кавычках, помощи другому человеку, тем больше за него другой человек, то бешевой, готов заплатить денег. Потому что он тоже не хочет ни о чем задумываться. Когда занимаешься, на занятиях напрямую это не звучит. Студенты и курсанты как бы намекают преподавателям, вы не понимаете, чего я хочу. Я хочу чего-нибудь простого. Понятно, что главной задачей таких людей является власть. Пациентам, клиентам, то это простая власть. Кроме того, разумеется, сегодняшние Морлоки все-таки пока своими клиентами напрямую не питаются. Они питаются ими косвенно. То есть они хотят выкачать из них как можно больше денег. Именно так это и называется. Но вся проблема в том, что сами-то Морлоки эти деньги будут тратить в любом случае на удовольствие. То есть ровно на то же самое, что и Илои, только немножко в ином качестве. В итоге эти два класса я и считаю именно психологическими, а не экономическими. Или какими-то неуловимые тенденции в воспитании современного молодого человека. Все зависит от того, к чему стремились родители. К жизни сегодняшним днем. Или они стремились дать своему ребенку образование манипулятора. Ведь на самом деле те, кто сегодня претендует на вхождение в класс Морлоков, дают своим детям Морлочное же образование. В смысле, это от этого на самом деле у нас образуется такое количество экономистов, пиар-менеджеров, просто менеджеров. Это от того, что это образование мыслится как образование манипуляторов. То есть тех, кто имеет власть. На некоторое время то же самое пригрезилось и психологам. Показалось, что люди неуверенные в себе могут получить психологическое образование. Там скрываются какие-то техники, какие-то приемчики, которые позволят манипулировать людьми. И огромное количество людей в поисках власти пошло в психологию, психотерапию, в общем, в такие наши технологии манипуляции. Но по сути, ни те, ни другие, ни будущие Илои, ни будущие Морлоки не имеют никаких иных целей. Тотальная разница только в удовольствиях. Эти две группы, Илои и Морлоки, начинают забывать друг о друге. Ну, во-первых, для того, чтобы получить удовольствие, нужно забыть о своей зависимости. Потому что мысль о зависимости по природе своей – это мысль о будущем. Тебе нужно забыть о тех людях, которые тебе подсказали твой собственный путь к поиску удовольствия. То есть о манипуляторах. Но это не единственный процесс, который приводит к тому, что две таких условных психологических категории начинают забывать о существовании друг друга. Ну, в конце концов, мы ездим отдыхать на побережье или на пляж одних и тех же океанов. Круиз на стареньком теплоходе и на роскошном океанском лайнере является все тем же путешествием по воде. Конечно же, люди, летящие в бизнес-классе и в эконом-классе, летят одним и тем же самолетом. Два главных гипнотических слова, которые создают и ограничивают понятие современности, вот этого самого иллюзорного, настоящего – это слова «комфорт» и «безопасность». Пример с самолетом, мне кажется, особенно показательным. Дело в том, что безопасность у всех одинаковая на борту, но она связана с безопасностью самого самолета. А вот мера комфорта разная. Что определяет понятие «комфорт»? Размер кресла. То есть степень личного пространства. Но это еще не все. Конечно же, понятие «комфорта» определяется тем, что меня не беспокоят. А именно перегородкой между бизнес-классом и эконом-классом. Так и велика разница комфорта в креслах бизнес-класса и эконом-класса. В общем, она все равно не является решающей. Решающей для того, чтобы человек сказал «мне комфортно» или «я могу делать все, что мне хочет». Является наша степень отгороженности от других. Комфорт – это понятие из области инфантильной сексуальности. Это скорее телесное ощущение, чувственное ощущение, чем ощущение, связанное с объемом пространства. Например, большинство опрашиваемых и у нас, и на Западе комфортным, комфотабл, не считают помещение выше 25 квадратных метров. То, что является большим помещением, это помещение для чего-то другого, не для получения личного комфорта. Если просто переводить предсказания Уэллса на сегодняшний день, то суть того, что начинает происходить, заключается как бы в том, что небольшие группы морлоков по взаимному соглашению с некоторой группой Иллы начинают все больше и больше обслуживать друг друга. Ну, как бы морлоки берегут своих клиентов и потребителей и делают так, чтобы о них не существовало для других групп морлоков. Сами Иллы, именно для того, что им необходимо не заметить того факта, что ими манипулируют, забыть об этом, предпочитают отдаваться манипуляциям уже привычных им групп морлоков. Да, мы же знаем хорошо эту характеристику будущего, или, если хотите, настоящего. Россия всегда голосует за статус-кво, потому что новые, которые придут, неизвестно, такие и будут. Или, да, мы обычно говорим, эти уже нахапались, а вот сейчас новые придут, они по новой начнут разворовывать страну. Вся беда в том, что нахапаться невозможно. Проблема с нахапаться, она заключается в том, что деньги в конечном итоге все равно являются средствами, они не цель. А удовольствия все те же. Сегодня я замечаю странную статистику, скажем. Я убежден, что видеосюжет некого Александра Данилина в сети интернет посмотрит около двух тысяч человек. Ну, около, чуть больше, чуть меньше. Где-то определенная группа морлоков, похоже, собирает вокруг себя в сегодняшней Москве около двух тысяч человек. Какими бы средствами пропаганды или легкой жизни эта группа морлоков не торговала. Я думаю, что этот сфинкс писателя Уэллса пришел в роман из литературы. Саре Дип встречает сфинкса при возвращении в Фивы. И сфинкс загадывает ему знаменитую загадку. Кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. Ответ на эту загадку человек. То есть я сам. Для того, чтобы человек ответил на загадку сфинкса, он как раз и должен делать то, о чем я говорил выше. Он должен помнить о своем прошлом и задумываться о своем будущем. Он должен помнить о мечтах своего детства и задумываться о том, что ему предстоит старость. Еще одной, не меньшей загадкой, на мой взгляд, является сама машина времени. Дело в том, что Уэллс был первым человеком, который сформулировал эту мечту. И мечта эта стала классикой литературных сюжетов XX века. Можно вспомнить, разумеется, не только славный американский фильм «Назад в будущее», но и наших Ивана Васильевича, который меняет процессию по пьесе Михаила Булгакова, который, видимо, предчувствовал что-то похожее на Уэллса тогда, в 20-х годах, когда писал эту пьесу. Машина времени – необходимая вещь для жизни в этом самом иллюзорном настоящем. Это необходимая вещь для того, чтобы разум имел возможность не задумываться ни о будущем, ни о прошлом. Почему? Потому что только в том случае, если у нас есть машина времени, человек может творить все, что ему хочется. Помните, после нас ходит потоп. Или, например, современный рекламный лозунг «Живи для себя». Мы же, в принципе, не можем жить для себя. Правда? Это невозможно. По той простой причине, что даже для того, чтобы обрести какую-то значимость или стать манипулятором, нам нужен кто-нибудь. Потому что если мы никем не манипулируем, никем не властвуем, то тогда вообще непонятно, зачем нам нужно то или иное поведение. Только другой человек способен его каким-то образом оценить. Принести прибыль, забрать прибыль, прославлять нас, ненавидеть. Если в нашем распоряжении появляется машина времени, это становится возможным. Почему? Ну, потому что пожив для себя, мы можем в любой момент слетать назад и что-нибудь там исправить. Вот поведение наших взрослых детей иногда просто мучительно напоминает ситуацию, как будто у них есть машина времени. Ну, я еще успею учиться. Я еще успею пойти на работу. У меня еще есть время для того, чтобы повеселиться. Иллюзия того, что у нас есть машина времени, может позволить человеку откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Любая виртуальная модель человека, его имиджа в социальных сетях, например, является машиной времени. Поскольку человек там может присваивать себе любой пол и любой возраст. И может жить вот в этом самом настоящем. Возможно, гипноз у компьютерных сетей вообще связан именно с этим. Связан с тем, что только там на самом деле и можно обрести вот это желанное, никогда не меняющееся, настоящее. Вот эту самую современность. Бегство одновременно из прошлого и из будущего. Утешественник по времени, который изобрел машину времени. И виноват окончательно в том, что мир потерял разум, разделившись на Морлоков и Илоев. Почему? Потому что таким образом замыкается круг. Наверное, самое главное, до меня задолго, сказал Ницше. В своей воле к власти я не ручаюсь за точность цитаты. Он писал, что главная функция разума – это абстрагирование. А любое абстрагирование является упрощением. Поэтому главной функцией разума является все упростить. И тогда вся эволюция, предсказанная Уэллсом, конечно же, далеко не только одним Уэллсом, является чуть ли не одним из возможных путей. Самый типичный пример – секта, да, как бы, ну, во главе один или несколько Морлоков, вокруг сплошные илои, которых можно раздаивать. Этот сюжет всего-навсего сокращенная видео-версия программы «Серебряные нити», которая регулярно выходит в эфир Радио России. Кроме того, у нас есть сайт, который находится по адресу www.seriebnity.ru. И на этом сайте, в структуре самой радиопередачи, вы можете с нами поспорить и послушать более развернутую версию тех мыслей, которые изложены здесь. И поэтому мы просим всех, кто посмотрел этот сюжет, приходить к нам на сайт и предлагать название и этим новым общностям, и не соглашаться с нами, и предлагать свои собственные версии мечты о машине времени, о сфинксе, или о том, почему же Уэллс пришел к выводу, что человечество неминуемо разделится на разновидности злоев и морлоков.